Никто не забыт, ничто не забыто. В регионе дан старт всероссийскому конкурсу без срока давности. Отразить события Великой Отечественной войны в своих сочинениях смогут все желающие с 5 по 11 класс. Подробнее в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Почему он плакал? Я так до конца и не поняла. Может, вспоминал своих погибших друзей, а может, думал о тех, кто не дожил до светлых дней, когда ветеранам отдает почесть молодое поколение. Историю жизни своего прадедушки Люда знает только по рассказам мамы. Девочку они настолько впечатлили, что она, не раздумывая, решила написать об этом рассказ. Сначала мне мама рассказала историю дедушки, как он прошел весь Берлин пешком, про него, как он вернулся домой. И, получается, я сначала думала, как написать, а потом на написание всего сочинения у меня ушло полтора часа. Рассказ Люды тогда очень впечатлил представителей жюри, и она заняла первое место на региональном этапе конкурса. Поэтому девочка решила вновь принять участие и уже думает над жанром работы. С удовольствием хотела бы. Это интересно и развлекает, и ты знаешь историю всей, ну не всей, конечно, но историю части своей семьи. Это интересно очень. В конкурсе сочинений могут принять участие обучающиеся пятых-одиннадцатых классов. Он проводится в два этапа. Региональный с 31 декабря 2020 года по 15 марта 2021 года. И федеральный с 16 марта по 15 апреля 2021 года. Работа участников принимается до 5 марта в Ненецком региональном центре образования. Также существуют критерии оценивания сочинений. Они включают в себя оценку содержания текста, жанровое своеобразие, грамотность сочинения. И по итогам лучшие работы будут направлены на всероссийский этап конкурса. И там уже по решению жюри будет опубликован сборник работ финалистов конкурса. И победители конкурса будут награждены дипломами. Сочинения участников конкурса могут быть написаны в прозе в следующих жанрах. Рассказ, письмо, сказка, дневник, очерк, репортаж и интервью. Тема работ посвящена сохранению и увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне. То есть эта тема, которая посвящена 75-летию Великой Победы, она очень живо отразилась в сердцах наших обучающих. Напомню, в прошлом году участие в конкурсе приняли 76 человек из 14 образовательных организаций. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север.